Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТВЛ в студии Анна Вязгина. Прямо сейчас о главных городских событиях. Итак, тема выпуска. Глава города провел личный прием граждан. Итоги лотереи ТВЛ. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Электрогорский отдел ЗАГС вновь принимает в порядке живой очереди. Новости спорта. Репортаж с оперативного совещания в администрации. Прогноз погоды. Сергей Дорофеев провел личный прием граждан в общественной приемной. На встрече присутствовал прокурор Павлова-Пасадской прокуратуры Алмаз Багауддинов. Какой отклик граждане получили на приеме и будут ли решены их вопросы, расскажем прямо сейчас. В этот день самым часто задаваемым вопросом на приеме главы стала проблема отношения с недобропорядочными соседями, которые нарушают закон и попросту портят жизнь тем, кто живет рядом с ними. Я по поводу своего соседа, которого нарушает земельное законодательство. Я живу на улице Классона, дом 20, а он дом 8. В общем, короче, он не собирается жить. Там технику свою загнал. Две машины. Одну грузоподъем с 10 тонн, второй 20 тонн, трактор. И вот начинают заниматься своим делом-то. Завозят песок, щебни, сыпучие материалы. И так с утра и до поздней ночи. И по мере того, что покупатель находится, продается это дело. Я не знаю, это у него закон или не закон. Просто он явно мешает, ну, невозможно жить. Начиная с 9 августа 2019 года, мы все свое время личное тратим на решение вопросов по залитиям. Результат пока ноль. Кроме разрушения оборудования и мебели в нашей квартире. На все наши вопросы владельцы квартиры 6 отвечают четко. У нас сухо. То есть не принимают никаких мер недопустимости аварии раз. И к содержанию оборудования в порядке два. Уважаемая администрация, просим принять действенные меры владельцев квартиры 6. Это одни из самых сложных в решении жалобы жителей. Поскольку в данной ситуации требуется еще и помощь сотрудников полиции. Лидия Григорьевна, вот сейчас управляющая компания «Венком» сказали, что они собственнику поменяли там трубы, да? Вот-то понимали. А кто ходил? Вот. А ему 82 года, он просит за него все делать. Мы у них льет, мы ходим. Ну, на сегодняшний день все возможные утечки, которые могли бы быть в части общего имущества, и ответвление от него управляющая компания выполнила ремонт. Теперь, ну, понятно, что от залития застраховаться очень сложно, от халатности у каждого жителя квартиры. Поэтому мы надеемся, что все-таки они с помощью полиции, наверное, и сотрудников администрации все-таки более будут относиться внимательно к своему имуществу. Как обычно, люди приходили за разъяснениями по вопросам заключения договора социального найма жилого помещения из фонда города, устройства ребенка в детский сад, содержание общего имущества многоквартирных домов, лекарственного обеспечения, несоблюдение сроков по расселению ветхого фонда, очистки дорог и тротуаров после снегопада. Мой вопрос по очистке города от снега, самый основной. Когда был снегопад, утром люди идут на работу. Невозможно не проехать, не пройти, вообще не проползти. А то в Томске до вокзалах вообще дороги не чешли. Утром трактора проявляется только 8-9, или вообще их практически в городе нет. Один крутится с маленьким, и все, больше никаких нет. Я со своей стороны что могу сказать, что действительно были вот эти большие снегопады, действительно с 73-го года не было их, к сожалению, но количество техники нельзя запланировать на такие снегопады. То есть она рассчитана к определенным каким-то нормативам, и, соответственно, если бы, образно говоря, там план уйдет снег, все успеваю чистить. Я неоднократно проводил планерки, неоднократно обращался в соцсетях к людям, если вы зайдете посмотреть, я предлагал людям, то есть отнестись с пониманием к той ситуации, которая сложилась. И если говорят, что вдруг какая-то ситуация критична, или вас не устраивает, я просил звонить, и у нас на телефоны горячие линии есть, и мне личные сообщения писать. Просто если, допустим, вы идете, и у вас на улицу Томска, допустим, в 6 утра вы увидите, что нечищено, я попрошу, ну, вы бы позвонили, это писали, потому что они не могут, например, обслуживающие организации сразу взять и одновременно все тротуары сделать. Вместе со своими заместителями и руководителями соответствующих служб Сергей Евгеньевич выслушал просьбы и проблемы, которые горожане сами, без помощи администрации, решить не в состоянии. Труба холодной воды в этой же второй квартире. Это вот тогда у нас был прорыв. Вскрывали полы в моей квартире, чтобы не вскрывать полы в обходной группе, потому что там плитка. Я разрешила вскрыть полы у себя. Я купила кусок трубы у себя, я поменял трубу. У Лены не стали вскрывать. И вот с тех пор у них подтекает труба. После встречи был составлен перечень поручений соответствующим службам, чтобы оказать жителям необходимую помощь. Сегодня состоялся личный прием, совместный, скажем так, личный прием с городским прокурором Бугаудиновым Алмазом Ирхановичем. Жители, как обычно, наверное, самые насущные проблемы это проблемы жидко-коммунального хозяйства. Это и тепло в доме, и вода в доме, и передомовая территория. Все взято с конкретными сроками исполнения под контроль. На следующей неделе уже часть вопросов будет закрыта. Поэтому все в рабочем порядке. Решение вопросов, которые были озвучены во время приема, глава взял на личный контроль. 18 февраля телеканал ТВЛ при поддержке администрации города запустил лотерею на исполнение желаний. В течение нескольких недель жители оставляли свои желания в специальных коробках, которые были расположены в Доме культуры, школе искусств, физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», отделе социальной защиты населения, Доме молодежи. 2 марта в прямом эфире глава города Сергей Дорофеев выбрал 8 счастливчиков. Вот имена наших победителей. Букет цветов от главы Ольга. Годовой абонемент в бассейн. Роза Никитина. Кукла в красивом платье. Арина Губанова. Екатерина Михайловна Шевченко. Никсер. Зинаида Григорьевна Доронина. Блендер. Большая плюшевая панда. Яна Сурта. Сертификат на курс массажа. Юлия Жукова. Поездка в Санкт-Петербург. Наталья. Еще раз хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в лотерее. Награждение победителей состоится 4 марта в Доме культуры, где пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. Зрители ждут поздравления, награждения, праздничный концерт. Начало в 15.00. На очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был рассмотрен ряд важных вопросов жизнедеятельности населения города. Главные вопросы повестки дня – антитеррористическая безопасность, наступление весеннего паводка и пожароопасного периода. Открыл заседание глава города Сергей Дорофеев. Поскольку все образовательные учреждения начали работать в полную силу и вернулись к учебному процессу в очном режиме, особое внимание надо уделить подрастающему поколению. У нас сейчас школа, все начали уже работать в полном объеме, в полной мере, вернулись к учебному процессу и, конечно, особое внимание надо уделить детям, подрастающим нашим поколениям, которые более идеологически подвержены влиянию вне. Поэтому хотелось бы обратить внимание на наше направление по образованию, чтобы уделили этому особое внимание. Потому что, если, скажем так, люди на осознательном возрасте уже как-то определяются, могут разобираться, какая информация для них нужна, какая не нужна, могут сделать выбор, потому что, конечно, школьникам это очень тяжело и существует, я знаю, что на школах и фильтры стоят по поводу получения информации через Вайфай, через интернет, но тем она более актуальна. Среди важных вопросов комиссии – террористическая защищенность жизнеобеспечения города и его граждан. У нас в 2020 году было принято постановление главы, которым было утверждено положение о мониторинге с перечнем вопросов мониторинга с указанием исполнителей и сроков исполнения предоставляемых материалов в аппарат АТК. Вот во исполнение рекомендаций по планированию деятельности в 2021 году нам рекомендуют внести в перечень вопросов мониторинга вопрос звучит так. Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формирование угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов, токсических химикатов и радиоактивных веществ. На комиссии поднимался вопрос о получении паспорта безопасности магазинам «Да» и «Градской баней». Постановление правительства Российской Федерации дает месяц на категорирование и месяц на разработку паспорта. А мы сейчас даем, когда у них уже есть категорирование два месяца. Это все реально. Большое внимание уделили подготовке и проведению противопаводков мероприятий на территории городского округа. В пожарной части 254 будет в период угрозы паводка будет снято с кратковременного хранения основная пожарная техника общего применения, целевого применения, ПНС-110, передана в резерв. И специальный пожарный автомобиль рукавный АР-2 тоже будет переведен в резерв для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Также от пожарной части возможно будут задействованы три мотопомпы и тепловая пушка. Сезонные вопросы, весеннее половодье и пожароопасные сезоны для Электрогорска, как для лесного города, на территории которого находится несколько озер, имеют большое значение. В весенне-летний пожароопасный период необходимо активизировать работу по информированию населения с доведением требований пожарной безопасности через печатные СМИ, телевидение, электронные СМИ, включая Инстаграм и другие мессенджеры. Как показывает анализ осведомленности населения в области пожарной безопасности, что современные способы метода доведения информации доступны не для всех слоев населения. Предлагается активизировать работу по распространению листовок на противопожарную тематику. К работе в данном направлении необходимо привлекать созданные добровольно-пожарные дружины, а в случае их отсутствия активизировать работу по их созданию. Как показывает практика последних лет, большой проблемой по возникновению пожаров становится дачный сектор, где жители не всегда должным образом относятся к своей безопасности. Сейчас по Московской области идет большое увеличение количества пожаров, особенно с гибелью людей и с гибелью детей. Очень большое количество. Сегодня в Богородском округе ночью погиб ребенок. В Санкт-Петербурге двое детей, 24-го числа тоже в Богородском округе тоже двое детей погибло. Надо активизировать работу по особенно СНТ, ДНП. Очень много проживает сейчас людей, скажем так, с Москвы переехали в дачные дома, которые не предназначены для постоянного проживания. И в связи с большой температурой идет перегрузка электросети, также и печного отопления. И в связи с этим у нас, скажем так, не соблюдается те нормы и правила, которые должны быть. По решению комиссии для обеспечения безопасности горожан на случай возникновения пожаров будут проведены учения во всех учреждениях образования и здравоохранения. Проведен смотр готовности спецтехники и спецсредств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров. Электрогорский отдел ЗАГС вновь принимает в порядке живой очереди. Предварительную запись в органы ЗАГС, установленную в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, отменили. Прием населения осуществляется в порядке живой очереди. Однако, несмотря на отмену предварительной записи, сохраняется требование к наличию у посетителей средств индивидуальной защиты – маски, перчатки, а также к соблюдению социальной дистанции полтора метра. Данные меры призваны помочь вам и окружающим избежать неприятных последствий заражения опасной инфекцией. По имеющимся вопросам можно проконсультироваться по телефону горячей линии электрогорского отдела ЗАГС 8-496-43-3-16-30. И о погоде. Ближайшей ночью будет пасмурно. Есть вероятность снега, местами дымка, на дорогах гололедица. Температура 0,2. Давление пониженное. 4 марта в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода. Пройдет небольшой снег, местами дымка, на дорогах образуется гололедица. Днем столбики термометров покажут 0,2. Ветер северо-западный, умеренный. Возможно, небольшие геомагнитные возмущения. На этом наш выпуск новостей завершен. Но оставайтесь с нами. Прямо сейчас спортивные новости продолжит наш эфир. А сразу после этого репортаж с оперативного совещания в администрации, новые кадровые назначения, работа коммунальных служб, санитарная и эпидемиологическая обстановка. С вами была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин